Всем огромнейший приветик, с вами Алиса и Чародейка. Книга 2, глава 12. Глен! Хлоя. Ты вскакиваешь на ноги и рвешься ему навстречу, поскорее убедиться, что это не сон. Между вами остаются считанные сантиметры, но вдруг ты замираешь. Глен тоже застывает на месте. Почему я вдруг так насторожилась? Мы же так давно этого ждали, я так его ждала, он так ждал шанса вернуться, и мы оба говорили не раз, что любим друг друга. И он наконец вернулся, так непривычно. А вдруг я слишком тороплюсь? Вдруг он не поймет? Но Глен, это Глен, я же его знаю, я знаю, что он чувствует, чего я боюсь. Очень-очень медленно и осторожно Глен протягивает руку вперед, его пальцы обхватывают твои. Слезы сами собой выступают на глазах. Его рука, вот она, теплая, твердая, живая. Буря чувств охватывает тебя. Кто же мы теперь друг для друга, после всего, что мы пережили? Глен держит меня за руку. Как быть? Сжать его ладонь в ответ. Даже не верится. Наконец я чувствую его руку. Его кожа будто горит на кончиках твоих пальцев. Ты словно чувствуешь его в первый раз. Но это далеко не первый раз. Прошлая я была с ним не единожды. Вы стоите совсем рядом, близко-близко, едва сдерживая слезы. Внезапно Глен отбрасывает смущение и заключает тебя в крепкие-крепкие объятия. Хлоя, мне так тебя не хватало. Глен. Твое сердце бьется так сильно и часто, будто хочет вырваться навстречу Глену. Ты нежно шепчешь ему на ухо. Ты совсем как я помню. И все-таки почему-то гораздо лучше. Я так тебя понимаю. Быть призраком очень необычно, но... Но здесь, сейчас с тобой, обнимая тебя, с этим ничто в мире не сравнится. Ты жив. До сих пор не могу поверить. Не верится? Но ты же сама вернула меня к жизни своим заклинанием. Да все уже забыли про нашего Арнольдика. Что? Вы оба оборачиваетесь на голос. Арнольд все это время был в комнате, и сейчас он смотрит на вас круглыми, как блюдца глазами. Ой, привет, Арнольд. Глен, само собой, рад снова видеть тебя воплоти, но... Хлоя, только не говори мне, что... Глен, никого не пришлось убивать. Заклинание Мортимера удалось с другой жертвой. То есть, ты пожертвовала частью своей жизни? Да, и я бы с готовностью сделала это еще и еще. Ты для меня важнее всего на свете. Глен, улыбаясь, берет тебя за руку. Ну чего ты, не говори так. И ты точно уверена, что на второй такой обмен хватит сил? Честно, я... я ошарашен. Не думал, что такое вообще возможно. Возможно, но огромной ценой. Вряд ли я смогу провернуть такое еще раз. То есть, ты наконец осознала, чего это стоит? Рад слышать. А сейчас... Я, пожалуй, оставлю вас наедине. Не буду мешать. Умный котик. Язык восунул. Ну, весьма приятно видеть тебя снова, Глен. Спасибо, Арнольд. Арнольд с важным видом покидает комнату, оставив тебя наедине с Гленом. Поздно уже. Тебе пора ложиться спать. Ты хочешь возразить ему, но отяжелевшие веки в самом деле начинают слепаться. Сегодня был такой длинный день. А как же ты? Ты больше не призрак. Тебе тоже нужно спать. Можно вместе с тобой. Что сказать Глену? Ложи спать со мной. Ты забираешься под покрывало. Глен накрывается им следом и ложится рядом с тобой. Так, ну я думаю, они сначала просто поспят. Или как? Глен ворочается, устраиваясь поудобнее. Он кладет руку тебе под шею, поддерживая тебя так удобно, словно он делал это сотни раз. Улыбнувшись, ты кладешь голову ему на грудь. Я твое сердце слышу. Взять Глену за руку или постараться задремать так? Переплести его пальцы со своими. Ты на ощупь находишь руку Глена и переплетаешь его пальцы со своими. Глен не сводит с тебя глаз, полных любви и нежности. Ты растворяешься в этом мгновении. Только он, ты и его глаза. Такие прекрасные, такие живые. Совсем-совсем рядом. Только не торопись. Не сводя с него глаз, ты гладишь Глена по щеке другой рукой. Такое чудо, снова чувствовать его. Твои пальцы скользят от щеки к затылку, зарываются в его волосы. Улыбаясь, Глен закрывает глаза от удовольствия. Он крепко, но нежно сжимает переплетенные пальцы. Сон застает вас вместе в теплых объятиях друг друга. Но это правильно, что они как-то привыкают друг к другу, а не сразу заниматься делом. Тебе снится площадь фон Рона, и Рик на другом ее конце напротив тебя. В твоих пальцах искрится магия, Рик тяжело дышит, слегка сутулившись. Опять твоя взяла. Ничего, когда-нибудь и я тебя достану. Сначала сделай, а потом говори. Рик смеется, а затем мрачнеет, серьезный как никогда. Знакомое выражение лица. Кажется, я даже знаю, что он сейчас скажет. Но ты оказываешься быстрее. Как бы ты не хотела дать ему высказаться, слова вырваются сами собой. Знаешь, я так рада, что мы с тобой друзья, несмотря ни на что. Рик на мгновение отводит взгляд, а когда поворачивается к тебе снова, его лицо уже разгладилось. Оно что, помятое было? Вот такие мы с тобой, несмотря ни на что. Я тоже рад, Хлоя. Ты просыпаешься ранним утром. Глен никуда не исчез. И прямо сейчас он стоит у открытого окна. Он делает глубокий вдох, явно наслаждаясь прохладным утренним воздухом. Да, теперь ему и в туалет нужно бегать, и душ принимать, и кушать. Короче, столько сразу проблем появилось. А еще надо как-то придумать, каким образом вернуть его в социум. Доброе утро, Глен. О, привет. Ты проснулась, а я не заметил. Ты прослеживаешь за направлением его взгляда, через улицу и до дома напротив твоего. Его родной дом там. Не знаю как, но надо будет объяснить отцу, что я взял и вернулся. Ага, и поаккуратнее. Он ни за что не поверит. И моя тетя тоже. А Надя, как думаешь? Да, я как обычно забыла про Надю, про ее существование. Как так может быть, что наша единственная лучшая подруга? И так мало ей уделяют времени. Ну, совсем мало. А, Надя. Надя знает, на что я способна. Думаю, она выдержит. Насчет Нади посмотрим. Главное набраться терпения и никого раньше времени не пугать. Никого не пугать я умею. Арнольд поможет спрятаться. Пока не разберусь, как быть, буду жить на чердаке. Времени сколько. Тебе уже пора собираться. Ты вскакиваешь на ноги. Пора одеваться. Вот только во что. Может отпраздновать возвращение Глена к жизни яркими цветами? Хороший ты повод нашла нарядиться. Ой. Однозначно этот наряд. Причесочка. Ну, мне это нравится. Или вот эту взять? Эту давно не брали. Когда ты показываешься Глену, он восторженно выдыхает. Что? Так не хочу тебя отпускать. Ты такая красивая, пойдешь в город, а мне придется прятаться здесь. Тогда смотри и запоминай, пока время есть. Будет о чем думать, чтобы скоротать день. Он не заставляет себя ждать и смотрит во все глаза, чуть закусив губы. Не скучай тут без меня, ладно? Ты ему просто смартфон, оставь или ноутбук. Он найдет чем тебя занять. Ты спускаешься вниз по лестнице. Обычно в такую рань дом совсем пуст. Но кто-то сейчас явно варит кофе на кухне. Заслышав твои шаги, утренний бариста виновата вздрагивает. Дядя Чарли. Ой, доброе утро. Ты рано встала. Видимо, свиданка удалась. Ой, здравствуйте, дядя Чарли. Тебе кажется, или со вчерашнего вечера он даже не переодевался? Вы у нас заночевали? Ну... Он не успевает договорить. Тетя тоже решила встать пораньше. Хорошее мая, доброе утро. Какая ты у меня сегодня красавица. Спасибо. Мне доктор Мартинис только что написала. Спрашивает, почему ты не пришла к ней вчера. Вчера? Нет, какая же ты все-таки у меня красивая. Ничего, не волнуйся, коврачу успеется. О, спасибо. Ты еще можешь успеть к ней сегодня утром, прямо перед школой. Тебе обязательно надо поговорить с доктором Мартин из Хлоя. Хорошо, схожу. Но можно сначала вопрос? Вы как, уже снова вместе или... Дядя Чарли смотрит на тетю, явно ожидаю, что она скажет. Тетя Эшли заливается краской, но улыбается. Ну... Да, можно и так сказать. Здорово! Поймав твой взгляд, инспектор едва заметно кивает в знак благодарности. Я еще не видела его таким счастливым. Хорошо, что у них все наладилось. До поликлиники от твоего дома рукой подать? Доктор Мартин из Хлоя уже ждет тебя в кабинете. Хлоя, рада тебя видеть. По правде сказать, я за тебя волновалась. Почему? Когда пациент пропускает встречу с врачом, это всегда нехороший знак. Особенно, если пациент страдает от потери памяти. У меня были все причины считать, что твои травмы спровоцировали потерю ментальных функций головного мозга. Как объяснить доктору, почему я не пришла к ней вчера вечером? Похоже, я и впрямь забыла. У меня были другие дела. Я вообще деловая. Я все понимаю, молодые люди всегда считают себя всесильными, но твоему телу тоже нужна помощь, Хлоя. Нельзя забывать о здоровье, отвлекаясь на другие вещи. Вам легко говорить, доктор Мартинес. Если я отвлекусь от своих других вещей, у меня совсем здоровья не останется. Все показатели в пределах нормы. Как ты сама себя чувствуешь? Совсем справляешься? Не перенапрягаешься? Что ответить доктору Мартинес? Сны воспоминания? Ну давайте спросим. Рассказать ей про странные сны воспоминания. В последнее время мне снятся какие-то странные сны. Какие? Если честно, больше похоже не на сны, а на воспоминания. Хочешь сказать, подавленные воспоминания высвобождаются в фазе быстрого сна? Интересно. Постараюсь в этом разобраться. У вас ко мне какие-то конкретные вопросы? Нет, просто общий осмотр. Если ты чувствуешь себя нормально, не буду тебя задерживать. Вот на всякий случай справка для учителей, если ты не успеешь на первое занятие. Береги себя, Хлоя. День в школе тянется медленно, как никогда. Ты собираешь в кулак все свое терпение. Глент снова жив. И об этом знаю только я. Я сейчас лопну от напряжения, если не расскажу кому-нибудь. Краем глаза ты замечаешь Надю. Она смеется над чем-то вместе с Энн. Она ведь тоже лучшая подруга Глена. Уж ей-то я могу доверять. Обязательно надо ей сказать. Конечно, потому что она потом, когда узнает, сильно обидится. Ты присоединяешься к Наде и Энн на Большой перемене. Когда Энн уходит на свой урок, вы прощаетесь с ней. А затем ты отводишь Надю в сторону. Надя, мне надо тебе кое-что рассказать. Что? Только не говори, что у тебя опять проблемы. Хлоя, что случилось? Нет-нет, все хорошо. У меня хорошая новость. Ты делаешь глубокий вдох, пытаясь подобрать правильные слова. А затем машешь рукой на всю подготовку и говоришь как есть. Гленн, жив! Молчание. Эмоции на Надином лице сменяют одна другую. Звучит как бред, знаю, но... Но я разобралась, как его вернуть, и вот... Что ты шутишь? Ничуть. Еще раз, он именно жив! Ну как? Откуда? Сначала я вернула только его дух в форме призрака. Ты вкратце пересказываешь ей, через что тебе пришлось пройти. И книга взяла и открылась сама? Но это же... это же опасно, нет? До этого мы вылечили тетю по рецепту из книги. Она уже помогла нам как минимум один раз. И... и во второй тоже помогла. Он вернулся, Надя. Твоя подруга продолжает смотреть на тебя с недоумением. Проходит секунда, другая, третья. И из ее глаз брыжут слезы. Надя заключает тебя в объятия. Мне совсем не верится. Но на такое способна только ты. Вообще, кстати, хорошо, что она не обиделась, узнав, что Глен был призраком. И Хлоя ей ничего не сказала. Ты обнимаешь Надю в ответ. Наконец, она выпускает тебя из рук, вытирая мокрые щеки. Я смогу его увидеть? Когда? Скоро. Он пока прячется у меня дома. Думаем, как все рассказать его отцу. И тети, и дядя Чарли, и всем остальным в Блэквуде. А если магией? Может быть. Если я чем могу помочь, только свистни. Вечером после школы ты направляешься к Бэрузам на ужин. Рик как раз прогуливается вдоль железной дороги. Заметив тебя, он улыбается, как будто ждал встречи. Не хочешь, чтобы я ходила одна? Вот. Даже объяснять не надо. Рик смотрит на тебя, как заговорщик. Ему явно любопытно, что вышло из вашего вчерашнего ритуала. Ну так что? Все сработало. Он вернулся. А он как? В смысле, он совсем как раньше? Да нет, две головы. Три пальца на руках. Ну, само собой, у него голова немного пошла кругом от всего случившегося. Но он Глен как Глен. Настоящий. Совсем как я его помню. И люблю, да? Люблю ли я Глена? Что сказать Рику? Да, я люблю Глена. Любила, люблю и буду любить. Понятно. Рад за тебя и за него, Хлоя. Серьезно. Ты припоминаешь сегодняшний сон, в котором Рик был главным действующим лицом. Вдруг это был не сон, а воспоминание. Надо бы расспросить Рика. Что сказать Рику? Рассказать свой сон и расспросить его. Мне сегодня приснился какой-то странный сон. Поможешь разобраться, что это было? Ты пересказываешь ему события из своего сна. И ты как будто хотел мне что-то сказать, но я тебя перебила. Но это было что-то очень важное. Я тебя уже хорошо знаю. У тебя на лице было написано. Даже любопытно стало. Что это было? Воспоминание? Да, помню, как это случилось. А что ты хотел мне сказать? Некоторое время вы идете молча. Рик не торопится отвечать. Наконец он решает, что скрывать не имеет смысла. Я тогда как раз набрался смелости. Хотел пригласить тебя на свидание. Но потом ты сказала, что мы друзья. И я... И я решил, не стоит. Раз уж ты сказала об этом так откровенно. Но с тех пор многое поменялось. Что я чувствую сейчас? Как быть с Риком? Так, ну... Это какой-то бред, реально. Я только что говорила, что люблю Глена. А тут у меня такой вариант взять его за руку. Просто помолчать вместе. А что такие выборы, странно? Почему нету каких-то дружеских, нормальных выборов? Ну ладно, просто помолчи. Вы доходите до дома Рика в тишине. Ты молча улыбаешься всю дорогу. И вот дом-трейлер Берруузов уже перед тобой. Беррууз-старший встречает тебя неожиданно приветливо. Хлоэ, добро пожаловать. Рада видеть такую гостью. Ого, вот это приветствие. Особенно после прошлого ужина. Я тоже рада вас видеть. А у меня для вас подарок. Ты передаешь ему переписанное от руки заклинание, которым вы вылечили тетю от заразы оборотня. Оу, спасибо. Рик, давай-ка взглянем вместе. Он склоняется над листком с заклинанием. Рик с улыбкой бросает на тебя взгляд, но потом, слегка покраснев, присоединяется к отцу. Ты чувствуешь на себе чей-то взгляд. Миссис Беррус смотрит на тебя из кухни и за спины Рика. Ой, этот взгляд неспроста. Хлоэ, не поможешь мне на кухне? Это недолго. Конечно. На кухне миссис Беррус обращается к тебе полушепотом. Похоже, она меня себе в невестке наметила, да? Я так рада, что ты пришла к нам на ужин. Спасибо, я сама рада. Вы с Риком стали проводить гораздо больше времени вместе. Что правда, то правда. Я и раньше знала, что вы тайком от нас всех встречались в городе. Вы знали? Миссис Беррус бросает внимательный взгляд на мужчин семейства, которые оживленно обсуждают заклинания. Хлоэ, лучше бы нам выйти наружу. Расскажу тебе там. Вы тихо выскальзываете из дома трейлера. Миссис Беррус ведет тебя на прогулку по трейлерному парку. Я сама в магии не очень сильно, но всегда знала, что вы тайком от всех встречаетесь. И я все время надеялась, что... Что все наконец изменится. То есть вы не верите в проклятие? Она надолго задумывается, а потом философски пожимает плечами. Верю, не верю, сама не знаю. Но у тебя и у меня такие семьи. Что бы ни стояло на пути, мы с этим всегда справляемся. А откуда вообще взялось это проклятие, вы не знаете? Знаю, но... Но эта история может быть не из приятных. Я уже привыкла к неприятным историям. Выдержу. В глазах миссис Беррус таится тревога. Она немного думает и кивает. Сейчас Бишопы и Би Роузы сами по себе. И у тебя своя семья, у нас своя. Но дальние предки у наших семей общие. Одна и та же колдовская кровь. Чего? Все началось много, много веков назад с брата и сестры, которые не могли быть порознь, чего бы им это не стоило. Они втайне сбежали ото всех. Сына их преступной связи стали мучить кошмары, от которых из носа шла кровь. Капец, кровосмешение какое-то. А потом... Их поступок расколол их родню надвое. Слово за слово. От магии пролилось много родной крови. И вот теперь я думаю... Мой Рик, кто он для тебя? Кто для меня Рик? Что ответить его матери? Сейчас мы близкие друзья. Но кто знает, все может поменяться. Все меняется. Он рассказал мне, что у вас вчера было на кладбище. Ты застываешь на месте, глядя на мать Рика с опаской. Да? Не волнуйся так. Он часто делится со мной вещами, которые боится рассказать отцу. Никто не узнает. То есть вы знаете, на что я пошла ради своего друга? Знаю. Даже не представляла, что магия на такое способна. Глин для тебя очень дорог, да? Да. Но без Рика у меня бы ничего не получилось. Когда я вижу такое, старые истории про семейное проклятие кажутся страшной сказкой. И раз в поколение, отрок одной семьи пожертвует жизни в руках другой. Может, этого уже достаточно, чтобы проклятие ослабло? Заметив твой удивленный взгляд, миссис Бэрус тихо улыбается и жестом приглашает вернуться в дом трейлер. Пойдем назад. А то, чего доброго заметят, что мы сбежали. Ну, ничего страшного. Рик с отцом по-прежнему оживленно обсуждают заклинания. Они поднимают на вас глаза, услышав скрип двери. Хлоя, вот, держи, как обещал. Твой шанс полистать книгу заклинаний семьи Бэрусов. Он протягивает тебе потрепанную тяжелую книгу. Ты осторожно подхватываешь ее, кладешь на стол и садишься рядом. Спасибо, мистер Бэрус. Пожалуйста, до ужина ни в чем себе не отказывай. Если будут вопросы, спрашивай меня или Рика. Да я втихаря сейчас все пофоткаю на смартфон. Он уходит помочь супруге на кухне. Рик присаживается напротив. Следишь, чтобы чего не сделала? Хм, можно и так сказать. Чтобы я не переписала все-все-все заклинания и не украла все фамильные секреты? Ты же, надеюсь, понимаешь, что книга от такого защищена. Вот блин. Но если хочешь сохранить какое-нибудь одно полезное заклинание, не вижу причин говорить «нет». Ну, конечно, как бы, а какой смысл тогда смотреть эту книгу, если мне не разрешат записать ни одно заклинание? Хм. Что делать с книгой? Запомнить какое-нибудь заклинание? Найти боевое заклинание и заучить наизусть. Ты принимаешься листать книгу в поисках полезных заклинаний. Столько знакомых, совсем как в моей книге, но чуть-чуть изменены. Но в этой книге, как ты вскоре замечаешь, гораздо больше заклятий для защиты от зверей и опасных тварей. А оборотни – те еще опасные твари. Здорово все-таки видеть, что у каждой семьи свои колдовские традиции. Иллюстрация на одной из страниц привлекает твое внимание. Рядом с заклинанием нарисованы светящиеся следы. Заклинание охотника может пригодиться. Ты достаешь телефон. Рик кивает, и ты фотографируешь разворот. Это полезное. Думаю, оно может не раз тебя выручить. Ты, кстати, сам мог бы посоветовать какое-то заклинание. Уж надеюсь. Еще одна страница, и твои пальцы внезапно застывают. Перед тобой до боли знакомый колдовской знак. Погоди-ка. Я его уже где-то видела. Ты напрягаешься, пытаясь вспомнить, где именно, и секунду спустя вздыхаешь от ужаса. Ты вспомнила. Да, мы его тоже вспомнили. Тот самый символ на стене в серебряной башне. И конец. Так, это что, намек, что его семья как-то причастна к тому, что она потеряла память? Да-то вы, конечно, интригу сделали. Ну что ж, посмотрим, что будет дальше. Друзья, плейлист этой истории находится в описании под видео. Спасибо всем, кто читает вместе со мной. А с вами была Алиса. До встречи в следующем видео. Всем пока-пока. Продолжение следует...